Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Андрей Илья Жейной, и мы продолжаем проходить Книгу Часов. Что ж, мы как въедливые червячки продолжаем грызть, грызть, грызть комнату одну за другой, и вот уже практически осталось ничего. Но в то же время, чем дальше мы грызем, тем сложнее становится. Поэтому, чем бы заняться сегодня? Надо, конечно, стараться всегда пытаться кого-то нанять. За деньги, конечно же, за деньги. Ищем наемного рабочего. Вдруг удастся открыть комнату, но в то же время я бы хотел, наверное, каким-нибудь добрым крафтом заняться. Так, дай-ка мне вот эту книжицу и какую-нибудь душу. Вот, давай, читай, читай книгу. Мне пригодится воспоминание зимы. Не уверен, зачем. Это вот так вот я нажал пробел, или просто там все закончилось резко. Так, грызть, нектар. Хм, на самом деле неплохое воспоминание о погоде. Правда, для этого мне всего не пригодится. Граль, грызть, грызть. Тут нужная кузня. Кузнеца бы мощного мне заиметь, и все было бы хорошо. Ну, или вот 12, например, вот эту вот открыть комнатушку. Это что, она тут не объединена? Так, может быть, я смогу какие-нибудь крафты открыть? С помощью этого граля. Да, кухня, ожидаемо, приносит мне добро. Ну, значит, у кого тут есть много-много элемента граля? Тут нисколько не хватает. Чёрт, ну, чёрт так чёрт. Рэп был бы лучше, но рэпа у меня прокачатого нет. И как раз навык, которым я рецептики не смотрел, да? Мелодия. Так, для 10-уровневого штуки. Если я добавлю ткань... А, я смогу создать куколку. Хм, было бы неплохо куколку уметь создавать, но это нужно ткань, да? И, скорее всего, ткань сюда не влезет. Где у меня много ткани? Всякой разной. Ну, вот какая-то там. Ну, это хорошая ткань. Мне прям жаль её выкидывать. Ну, и, конечно же, сюда она не влезает. Нужен ткацкий станок. Скорее всего. А ткацкий станок... ...внезапно не принимает гралевские штуки. Как-то так вот. Сбоку напополам. Воспоминания. Воспоминания такое. А если вот такое воспоминание? С мотыльком? А, яичко создаст. Что-то безглазое. Вот тут ткань, ткань. Ну, конечно, да, сюда можно вот эти вот варп завернуть. Биггудинг мелодию. Ну, биггудинг мелодия – это фигня какая-то, которая мне не нужна. Раз так, то зачем вообще стараться? Ладно. Кстати, тут какое-то событие приходит, да? Может быть, новый посетитель придет. Мне деньги нужны. Так что давайте, приходите. Так. Кто-то приходит сюда. Дайте, что тебе нужно. С определенной тайной он связан. Ну, ладно. С определенной тайной, с определенной тайной. Заходи. Тебе нужна лампада. Книга по лампадам. Сколько у тебя интерес? Интерес в лампаде 4. Ну, думаю, у меня есть чем тебя удивить. Кстати, вот ты же, да? Вот этот же чувак у меня уже сюда заходил. Я ему уже давал почитать. На, читай эту книгушку. Я не могу поверить, что это совпадение. Обливаты вернулись в мир. И никогда не возвращаются назад. Что-то странное происходит. Да, чувак, читай, что-то странное происходит. Тем временем, работники. Работники. Как раз с Гралем. Любопытно. Воспоминания зимы. Мелодичное воспоминание зимы. Стоит заметить. Так. Дайте мне какую-нибудь мелодию, чтобы я лучше думал. Хотя, может быть, я буду только хуже от этого думать. Но неважно. Двенадцать. Ну и да, конечно, как всегда, если вам нравится то, что вы видите, и вы хотите видеть, почаще не забывайте ставить лайки. Десять лайков, и, может быть, следующее видео появится завтра. Ну или, как минимум, максимально быстро я буду стараться его записать. Вот. Потому что завтра, скорее всего, будет... Выйдет пару игр интересных вечером. Утром-то всякая фигня будет выходить. А вот вечером, возможно, я запишу пару видосов. Так что ждите. Хм. Тринадцатого числа. Так. Ну, тетя Граля, правда, тут у меня книгу читает. Вот, вечно вы проблемы какие-то придумываете. Как бы дождик у тебя 4-6. Потом еще тройку накину до девятки. Потом инструмент какой-нибудь по Гралю дать тебе, да? Весы там, например, взвесить. Да, уже десятку получишь. Хорошо, чаю попить. У меня есть какой-нибудь чай, который требует Граль? Ну, не требует, дает. Ну, да, я уже чувствовал, что чайник. Вот, два. Восстанавливать. Для отдыха и восстановления. Ну, что-то, что поможет тебе восстановиться от болезней, если ты используешь его в кровати с подходящим аспектом. Хм. Интересно. Разлить. Хм. Тут, конечно, у меня есть тоже вот эти стаканчики. О, вот. Дай-ка вот эту рюмашку. Плюс два. И останется только еды найти. Еды, которая вкусная такая. Граль. Ну, как оказывается, Граль – это еда легко добывается. Так что... Тетку можно будет прокачать легко и просто. На все возможные Грали. Главное, чтобы этот мужик свалил. Так. Бронзовая спринтия. Спасибо тебе. Книгу не утащил. Все как надо. Так. Нанимаем. Нанимаем тетю. Общаемся по... Ну, конечно же, по вот этой теме. Щекотливый. Граль. Тишина. Так. Игра не пролагивай. Тетя, а ты вот давай говорим о погоде. Потому что погода – погода, и но... Собрать. Это 13-12 Грали, и все. Это самое простое, что мне можно достичь. Я как-то могу про... Аж 14, наверное, Грали сделать сейчас. Нужно только это или нет? Скорее всего, нет. Так. Ну-ка, вот эта куколка там... Одно раз... Четыре Грали дает. Вот этот ПЛ-момент. Это сильно. Держи весы. Тебе придется много взвешивать вещей. Вкусных. Забираем. Так. Рюмашку тебе дать? Или, может быть, что-то поесть? Может быть, поесть – это что-то будет более... Скажем так, экономное. О, вареница. Хочешь варенье? Может быть, и хочет. Ну да, у меня варенье целых две банки есть. Так что одну-то банку можно отдать ей. Ешь. Тебе еще надо успеть поработать. Любят они вот заканчивать все под самый вечер. Иди, тетя. Ну, тут летучие мыши летают. И запах бренди там, короче. Пьяные летучие мыши летают. Ну, где вы такое видели, чтобы пьяные летучие мыши летали? А пока она там чем-то занимается, я бы хотел попробовать скрафтить на основе зимы что-нибудь. У меня есть несколько идей, потому что чернила. Вот я качал чернила. И я бы даже сказал, чернила прокачались довольно мощно. Потому что я открыл рецепт на 15. Не ликант, если Salomon Preparation воткну. У меня Salomon Preparation где-то вот здесь лежит. Вот он. Так, ну, конечно же, здесь его нельзя использовать. Воспользуемся здесь. Угу, 12, 14. Субстанции какой-нибудь тебе еще напихать. Исказывается, субстанция, которая зимой. Так-то... О, турпентин. Какая-то бесполезная турпентинка. 1-1. А, и турпентинка не лезет. Ну, как подозревал. Так, это все шарики бесполезные. Вот у меня есть вот этот Essential Periost. Какая-то. То, что остается от того, когда ты варишь и мучаешь там последние косточки. Ну, это прям 18. Это прям выглядит как будто оверкил. Прям жесткий. Мне хотелось бы вот эту штучку оставить. Есть у меня какая-то субстанция, которая дает... У нее все что угодно подает. Листочек там какой-нибудь. Наверное, должно быть растение зимнего такого пошива. Во, вот это вот. О, красиво. Идеально. И создам нуликант. С помощью вот этого водоросля, которых там можно насобирать миллион. Нелликант, который Solomon Preparation. То есть просто из листочка. Могу, в принципе, сделать и вот Solomon Preparation, если выберу сюда. Просто из листочка. Потом его же. Его же. И вари. И, возможно, тогда я получу вот этот чернил судьбы. Давай. Не знаю что, но хочу. Хочу увидеть эффект. Чтобы он был мощным. Так. Полночь. Ищем следующего работника на следующий день. Потому что, хотя... Комнаты сами себя не откроют. Так, что у нас здесь? Ага. Какие-то там древние века. Кто-то копал сюда. Немножко выпивки. Ну... Да, тут игру постоянно обновляют. Поэтому вот... Все время улучшают, 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 улучшают. И какие-то посылочки. Ну, давай хотя бы посылочку расковыряем, что ли. А у нас что здесь? Еще больше посылка. Так, рассвет. Поэт. Зимний мотылек и небо. Прям совсем не то, что мне нужно. Попробуйте еще кого-нибудь сюда заслать. Потому что, в принципе, в прошлый раз я тоже работника засал, и он пришел в самый-самый конец. Но... Вот этот ящичек тоже было бы неплохо. Или надо просто книги читать. И неликант. Зимние чернила, которыми можно написать историю. Вы посмотрите. Это прямо вот таки... Все, это еще на один шаг ближе. Только не знаю, смогу ли я сделать еще один шаг. Так, тыковка. Куда бы тыковку деть? Давай сюда. О, а в этот раз ты влезла. Опеку, тыковку. Давай, пожалуй, на склад еды. Итак, как это работает? Куда я ее выкинул? Вот куда я ее выкинул сейчас? А? Открыть контейнер? Черепок. Что за черепок там бесполезный? Куда-то я выкинул свой журнал. А, вот он. Вот он. Я уж испугался, но он каким-то образом поместился здесь и не растерялся. Заставляют меня, говорится, бояться и просто в ужас приходить. Так, дай-ка мне этот неликантик. Я просто хочу попробовать, и очевидно, что у меня сейчас ничего не выйдет, но испытать штуки я могу. Ага, у меня зимняя душа прям усталая, да? Воспоминания, воспоминания сюда даже, хотя у меня три воспоминания разных, никакой из них сюда не лезет. Какое ваше оправдание? Никакого. Ладно. Раз мы в этот день не можем морозить ничего, поищу-ка я воспоминания на резьбу за паузой. Ну и, конечно же, моя самая любимая книжка это вот история от Винсконсина, так что давай-ка зачитай мне ее. Мне нужно это воспоминание. Быстро! Так, ну а журнал, наверное, все-таки положим сюда с чернилами. Может, не убежите никуда? Чернила, будешь классно сюда? Ну вот Иногда она хочет положиться, иногда нет. Ладно. Так, кто там работник пришел? Медсестра на стук. Это актуально, потому что я помню, была там какая-то вещь, которую можно было стук открывать. Вот тут, да, 12 стука. В теории, может быть, 15 стука, если набрать. Тетя, сможешь стук обеспечить мне? Или я уже весь стук потратил? Просто весь. Весь стук, какой только был. Походу, да. Походу, я весь стук потратил. Ну, это никогда у нас проблемы не было. Так, пока она там платит, я попробую шапт. Давай, у меня водичку. Отдохнуть. Отдыхай. Минута 30, конечно, вот это вот мерзко. Также мне нужно воспоминания на стук. Ну, у меня есть воспоминания на стук. Какое-никакое. Оман. В принципе, и Оман может как сам по себе пойти. Интересно, если Оман и воспоминания она съест, это... Хм... Нет бы какой-нибудь воспоминания с большим количеством ключа. Ну, нет. Легко мне не будет. Ладно. Так, тетю мы наняли. О чем ты хочешь говорить? Инструмент, еда, Оман, воспоминания. Оман, вот... Вот Оман. А воспоминания тебе потом пойдет? Давай-ка попробуем. Хотя тогда надо найти воспоминания сразу ей. два стука. Где у меня стук есть? Пока не вижу. Поищу. И вот. Just Verse оказывается интересной книжкой, которая многое себе позволяет. Которая позволяет себе два стука иметь. Насколько я не ошибаюсь. Да. Так что через минутку у меня будет все, что надо. А через полторы минутки будет еще это. В общем, какие-то варианты есть. Другой вопрос, что ей, может быть, не понадобится это все. Так. Тем временем, мой план на Edge. На Грань. На Грань у меня тоже хорошие планы есть. Потому что у меня есть навык мега кузнеца. Ну, как такой себе навык мега кузнеца на четверочку. Если всякую кузню сюда вставить, то открываются Winning Move. Вот мне вот интересно, что это за Winning Move. Надо только 10 10 Edge. А 9. Блин, а топливо и металл я не хочу тратить. Это прям так печально. Топливо, жидкость. Жидкость, которая Edge'ем обладает. Вряд ли холодная вода островная даст мне Edge. Было бы неплохо. Ну да, она дает зиму и луну. Но ничего из этого не подходит. Выпивки можно влить. Потому что, ну, ее все время у меня много. И что мы тогда получим? Winning Move. Угу. Воспоминания на... Надо, надо разливать. Бутылочка. Разлить. Рюмашку. Спасибо. Так. Кузню. Рюмашку как топливо пойдет? Так, пойдет, наверное. Только я его почти разлил. Опять же. Воспоминания. Воспоминания. Так. Сделать победное движение. Давайте сделаем победное движение и узнаем, что же оно мне дает. Сколько же там будет минуты-полторы? Ну, рецепты... Чем дальше влез, тем злее. Так. Тетя немножечко прониклась. О! Оман! У ней устал Оман. То есть, ей можно все еще воспоминания впихнуть. Это... Это прям супер. С другой стороны инструмент и еда и выпивка и все такое прочее. Ключ. У меня вот где-то валялся ключ. Прям такой вот здоровенный. Здоровенный ключ. Я не знал, куда его всунуть. и... Он у меня валялся вот где-то... Где-то он у меня валялся, короче. Хм. Где-то вот в этих местах. Вот он. Вот он. Тебе можно ключик дать? Тебе ключ дать нельзя. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Почему-то ключ не инструмент. Ну, как ключ-ключ. Ты бы с этим ключом пошла открывать. Удивительно. Все мои инструменты, которые тут лежат, без элемента стука. Никакой отвертки, которые там... Ломика. Не нашлось. А так инструмент. Причина, почему обезьяны победили пчел. Хм. Ладненько. Элемент души. Все. Это такое... Надо какую-то еду найти. Еду с хорошим качеством. Ну, вот у меня есть мега еда, да? Это даже есть мега питье на 6 стука. Сакрамент Астсайд. Вот это вот... Не знаю, как его сделать, но если ты его выпьешь, то ты, конечно, вскроешь все, что угодно. У тебя будет страшный. Тебе можешь посылку дать? Откроешь ее? Так, у меня есть чай, который вот вроде как с элементом стука 1-1. Потенциал. Нет, мне нужно не потенциал. Мне нужно... Камин. Камин, давай, варись. Варись, чай. Так, варим, подтянем. Так, наконец-таки воспоминания стука пришло. Хотя бы тетя не будет скучать, а то она уже почти... почти уже стучала. Стучала и скучала. Давай, восьмерочку. Еще что-то произошло. А, чаек. Зачем я книжку эту схватил? А, Justverse. Так, Justverse, вернись на место. Сюда, пожалуйста. А чай... Мне нужно разлить. У тебя же есть там Эдж? Ну, стук. Единичка, да? Ну... Одну стаканку. Стаканную чашку. Можно будет ей влить, но это... Не знаю, насколько это будет правильно. Так. Я восстановил шапп. Это тоже плюс два стука. Хорошо. Близимся к ночи. А тетка еще не работала. Так, десять. Работай. Может, и змею дать какую-нибудь? Тоже стука там дает. Хочешь змею подержать? Эх. Не хочет. Воспоминания. Омен. Это все мы поглотили. Элемент души там. Тоже, скорее всего, поглотили. О! Победное движение. Всего лишь три Эджа. Вот представляете. Эволюция иллюминации. Что? Я могу использовать иллюминацию с этим, чтобы эволюционировать мою душу. Чтобы эволюционировать мою душу? Хм. Это что же, как урок идет? Так. Что-то мне-то... Что-то мне-то... Нет. Консидер нельзя. Эволюция иллюминации. Есть у меня какие-нибудь навыки, которые... Иллюминашн. Так. Спокойно. Или это просто подсвечивает мне, что... Могу использовать иллюминацию с этим, чтобы эволюционировать мою душу. Вот так вот просто, да? Вот у меня иллюминашн. Консидер. А, урок все-таки тут сделали отдельно, чтобы люди бедные не путали, что уроки надо один тратить, а сюда воспоминания всовывать. Хм. Ладно-ка. Возвращаемся сюда. Топливо. А, душа. Душа-то уже простенькая такая. Хм. Ладно. Тут есть тоже новая механика, которую я еще не пользовался, но которую надо бы воспользоваться и посмотреть. Это сон позволяет поспать и задержать воспоминания на следующий день. Звучит супер. Вопрос, хочу ли я вот пятнадцатую клетку открывать? Или я хочу просто открыть вот эту штуку на двенадцать? Запечатанную двенадцать. Мм. Блин, че вот такие вот один? Я уже даже не знаю, что ей дать-то. Потому что вдруг я сейчас налью ей еды, а поесть не получится. Хм. Тут кружки какие-то есть, но они не те, которые нужны. Металл. Металл мощный. Свечку возьмешь? Свечку не возьмет. То есть ей либо выпивать сразу много, либо ничего не выпивать. Что-то я когда-то считал-считал и обсчитался, что ли. Мм. 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 Потому что инструмент никакой не могу всунуть ей. Вот это, конечно, да. И забавно, что ни одной штуки, которая вот стук дает, вот только вот это вот. Это тоже тебе не поможет. Хм. Мм. Так. Молоко змей. Слишком жирно. Вот эту вот выпивать тебе. Два-два-два-два-два-два. Чтоб ты выпила двенадцать и успокоилась. Тут тоже у меня вот этот чай с одним стуком. Возьмем вот этот питчер. Стакашку положим сюда. Питчер разольем на стаканы. Выпьем за любовь. Двенадцать стук и этого тебе достаточно. А в следующий раз, может быть, мне будет не жаль. Мой внутренний скряга подавится и я смогу... Я смогу таки заставить... Ее выпить там мега мощную вещь. Так. Тетя, ты прокачалась? Ты прокачалась. Ты готова. Осторожно. Не заходите. Не включайте ключи без авторизации. Да нормально все будет. Иди. Монахиню пускаем. Она там со святым словом, божьим помощью. Все пройдет и всех победит. Хм. Что мы делаем дальше? Надо бы сохранить вот это вот победное движение на завтрашний день. Но это после полуночи. Поэтому ждем. Так, отлично. Даск произошел. Идем в нашу кроватку. И воспоминания тут у нас нельзя его использовать, потому что оно не подходит. Оно Edge. А у меня кровать не подходит. А выйти с кровати, зайти в новую, я офигею. Окупант. Скажет тоже там. Окупировать нельзя, потому что... Потому что нефиг. Тут прям всякие кровати, кровати, кровати. Никакая из этих кровати мне не подходит. Как же так жить-то, а? Это просто мебель. Тяжела жизнь. Ладненько. Раз такие пляски, надо бы попытаться что-нибудь все-таки попробовать применить с этой воспоминанием. Три так три. Хотя бы единичку дай. Так. Тинктура, да? Что-то с листочками создаст опасные чернила. Опасные чернила. Ну то если будет... Но у меня были какие-то когти-квостики, которые давали два Эджа. Я, по-моему, помню. Да, вот эти коготочки. У них же два? Да, у них же... Ах, но не сюда. Так. В этот стол не пойдет. В этот стол тоже не пойдет. Так. А сюда, если... Блин, эти цветочки-то я не взял. Да, я их с собой возьму. Буду носить. Мои любимые. Так, музычка. Убирай хоть что-нибудь. Так. Вспоминания и цветок. И нет. Тут сезонник цветочки бы подошли. Но... Вот эта фигня не подойдет. Ищем дальше. Подходящий стол. Сюда цветы нельзя. Сюда эту нельзя. Какие же вы нудные-то, а? Попробую с вами подстройся. Так. Алтари. Алтари. Не помогают. Эх, ну вот. Почти. Почти ведь. Посвящение какое-нибудь там. Проявить сокровище дома? Что? Сделай давно забытое заклинание к дереву, чтобы проявить сокровище дома. Что? 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 Что я сейчас сделаю? Ну, можно вот тинктуру сделать. Либо сделать какую-то там... Проявить сокровище дома. Типа, что? Проявить сокровище дома. А с каких это пор вот это вот... Проявляю сокровище дома с помощью вот этого? А так можно было? Так нельзя было. Это нельзя, это вот сюда. Ну, давай вот... Так, что сюда? Воспоминания вот это, например. Какую-то там штуку сделать. Создавлю... Создавлю... Тоже тут какое-то воспоминание... Колючее сделать. Нет-нет-нет. Ты как бы вот... Вернись к сокровищам дома. Мне вот заинтересовало очень сильно. Проявить сокровище дома. Давайте-ка проявим сокровище дома. 60 секунд. Сокровище дома, понимаешь, проявить. Работника. Ищем. Кстати, там, наверное... Святая сестра открыла комнату. Да, открыла. Какой тут? Джулиан Коселли. Сидел. Бутылочка там, свечечка. Воду пил. Книжки, книжки, книжки. Не затокатологизированы. Так, что у нас здесь? 13 ключа. Опять же... Не заходить, пока тут все не вооружено. Тюрьма? Тюрьма и есть тюрьма. Но тут вот... Говорится, простенько все. Ладно. Меня вот интересует сокровище дома, поэтому давай кого-то. Прояви себя. Так, рассвет наступил. Что-то там исчезает. Аукцион. Ладно. Хотя вот аукцион. Что ты хочешь за аукцион? Две деньги. Блин, у меня денег-то нет. Ты хочешь все мои деньги. Я только заработал. Ну, книжки, конечно, нужны. Три, два, один. О, мега Гейл. Три. Здесь что-то в темноте под крышкой алтаря. Что-то ожидает меня. Что-то меня ожидает. Свиток. На лицо написано золотыми чернилами. Называем... Называемая узультами. Эта книга содержит нумен. Правда, такая мощная, что она, возможно, верит самой себе. Что? Крак-так-рак? Блин, а у меня нету крак-так-рака. Это печально. Граль. Ридабл. Скролл. Книга с оооочень длинными страницами. Ну, между прочим, прям напоминает на вот... Солнце спрятанное. И как я эту штуку нашел? Просто вот, типа, дай-ка использую вот эту штуку с тем воспоминанием, с этой душой. Что было критически необходимым для того, чтобы это работало, я не понял. И вряд ли это получится второй раз. Но, конечно... А может, это из-за того, что я сделал вот эти мега чернила? Ну, я не лекат сделал. Узульт я тоже делал. Так-то. Так, дай-ка я вот эти вот бумаги перенесу куда-нибудь наверх. Просто потому что... Дисфигированное сердце. Нумен. Может быть, эту штуку можно прочитать и призову вот этот сезон Нумена? Кто знает? Может быть. Может быть, так и есть. Так. Вопрос в работников. В работника я вроде бы ищу. Гейл. Надо с сердцем что-то попробовать сделать. Потому что крафт чернил сделал. Крафт с этим самым... С Эджем тоже получился такой более-менее интересный. А вот с небесами и с прочим это надо пробовать. Это надо пробовать. Кстати, вот тут алтари, да? Ну-ка, алтарик. Сюда воспоминания душу. Десять. Девять. Давай. Создаю там... Если я добавлю стекло, более жесткую жидкость получу. Но это там, да. Желтую жидкость. Потом эту желтую жидкость. Ксантонтик эссенса. Или там ашарит. Там, в общем, все. Это одно и то же. Кстати, тут узульт. И они как раз вот на узульты дали мне. Так, хап. Десяточку. А вот что тебе надо? Наверное, вот из линз вот этих. Если я добавлю металл. Создам субстанцию с какими-то дополнительными мощностями. Девоушн. Омон. Метка. Светка оперативного. И тут гем, воспоминания, линза, свет. Но это линза. Это все не то. То есть линзу-то, конечно, я могу вот впихнуть. И она пойдет как стекло. Нет бы пошло как металл какой-нибудь. Алтари, конечно, да. А есть какой-нибудь алтарь в честь зимы? Вот алтарь. Солнечный алтарь. А есть еще какой-нибудь? Так. И вот этот. Мордругард. Просто вот, между прочим, так сюда так вот зайти. Нет, просто создам катвинг. Какой-то бесполезный катвинг. Если я добавлю жидкость, ликер сделаю. У меня тут все на мороз. А вот из луны-то, конечно, нет. Ликер, который... Дедушка более мощных чернил. Великих чернил. То есть тоже там можно чернила замутить с него. Великие-великие. Кстати, да, вот. Как так получается, что из тебя можно сделать... Шесть. Вот это вот StarGal Link. StarGal. И еще тут какой-то на пятерочку. Прям с чернил можно влепить все, что угодно. Но это нам не нужно. Я бы хотел луну. Лунную силу, пожалуйста, мне. Семь. Че так мало? А, потому что вот эта фигня. А, ну да. Тут так просто не будет. Как бы Devotion. Вспоминания. Все равно нужна жидкость. То есть жидкость нужно не здесь варить. Нужно хотя бы в лаборатории какую-нибудь. Воспоминания. Так, может быть, воспоминания тогда сделать сразу. Я вот вроде отвлекаюсь постоянно, потому что говорю, дайте мне сердце что-нибудь сделать. А потом такой, нет, делаю и зимы. Ну вот. Возвращаюсь к нашим классическим вещам. Сердце. Операционное сердце. Вот, операционное. Ампула, токсин какой-то там, глазфингер. Сок вот этот, который я надел уже столько раз, что я даже не знаю, куда его ссувать. Долгу с этого нет. Может, только книжку прочесть. Четыре, четыре, шесть. Колесамский. Ну, Колесамский у меня есть. Правда, нужно восемь нектара. Колесамский сам по себе, конечно же, нектара не дает. Так, стол, который дает нектар. Есть такой? Конечно же, где-то есть. Надо просто потыкать. Потыкать, поискать. Ну, ожидаемо в этом садовнике. Ты что? А, потому что это не совсем стол, это разделочное. Ладно. Понял, принял. Идем дальше. Так, дайте мне стол с нектарной силой. Я же не многого прошу-то, но в самом-то деле. Не этот, не этот. Неужели это, как в прошлый раз, субстанция, тень... Да, это тоже какая-то там фиговина, в которую можно крафтить. С другой стороны, может быть, вернемся к зиме? Ха-ха-ха. Тень. Так, а если все-таки вот эту лунную штуку и воспоминания? Ха-ха, воспоминания сюда не лезет. Тень. Омэн, жидкость. Во-первых, газету можно и прочесть. Во-вторых, тут сейф приятный такой. С мега таким ликером. Как я понимаю, летальным. Заставляют меня придумывать всякие вещи, которые нафиг никому не надо. дайте-ка я поищу за кадром, где находится стол с нектаром. Есть такой вообще? Ну, как-то мне не получается найти. Ну, точнее как, можно вставить в стол и там какие-нибудь скиллы там по-хитрому начать вставлять, но восьмерки нектара я таким образом набирать не получается. Поэтому займемся чем-нибудь более простым, например, вязанием. Вязанием. Вот у меня и скилл, как раз и вязание есть на сердечке. Так. Сердечки давай сюда. Мышка прям сама. И теперь если для 10 уровня, если я добавлю ткань, я смогу связать подходящие там штуки во что-то крутое, да? Фрисвет. Какой-то ммм. Прямо что-то такое тут тепленькие такие пряжи. Мне прям жаль тратить, но надо, видимо, тратить. Хочу связать свитерок. Так что... Блин, я даже не знаю, вдруг какой-нибудь работник придет полезный. А я гейл потрачу. А мне нужно сердце на вот, чтобы проникнуть сюда. Слышь, работник, приходи. Работник бесполезный. Но, может быть, все-таки кто-нибудь придет. Так, что я там, газетку прочитал? Оккультные новости, это хорошо. Я уже начинаю думать, может быть, начать не знаю, урожай собирать. Осень все-таки, зима скоро. Так, и... и... все. Кузнец. Небо, розовый, нектар. Это все нам не нужно. Кузнец. Ну, хотя 12 кузнеческой силы, может быть, это бы прокатило. Ну, давайте. Че уж, мышь. Кто не старается, тот не получает. Правильно, правильно. Восемь, да? Давай, качай кузнечества. А я пока пойду все-таки свяжу свитер. Раз мне сказали, свитера тебе не видать, буду вязать. Можно вязать без свитера вот каким-нибудь просто простым таким навыком, просто более мощным. Давай-ка, сердечко, Гэл и какой-нибудь барабан, например. Ну, это нужно на инструменте, чтобы там какие-то мощные ритмы там бить. Это да, это интересно, но не то, что вот эта штука создает токсины и всякую мусор. А вот это вяжет. Вяжет пряжу. Держи пряжу. Фиртвельт. Буду надеяться, что это свитер. Так что вяжем свитер. Хорошо, свитер связан. Теперь, для тети мне нужно по-любому воспоминание форжа, кузни. Поищу его. Ну, это, конечно же, нам нужен дневник панкрота, да? Вот он у нас. Так, душой только какой-нибудь его прочитать. Подходящий. Ну, пост первого уровня, потому что второй вдруг мне нужен на что-нибудь. Вдруг я на что-то сразу среагирую, мне нужен будет этот. Так, тут 60 секунд, тут 30, ладно. Как-нибудь разберемся. 8. Когда там воспоминание придет, у тебя станет уже десятка, а тебе нужно 12 всего лишь. Всего лишь 12. Даже не знаю, надо тебе какую-нибудь штангель-циркуль давать, там, швабру. Или вот на тебе гаечные ключи. Ай. Все вот эти вот штуки, они такие слабенькие. Нет бы мощнее что-нибудь придумать. Линзы, например. А, линзы только один дает. На тебе штангель-циркуль. Вообще орудие победы просто. Используй предмет. Используй. Так, отойди от меня, алтарь. Ты прям хочешь, что ты мне хочешь подсказать. Так, это мы забираем. Воспоминания на форшн получил. Хорошо. Рассказываем истории девушки. Так, как там у нас? За покупку меня сейчас будут благодарить. Миленько. Давай эту книгу сюда. Пожалуй, эту книгу надо положить сразу, а то у меня места нет. Давай. О, что это такое? Это все еще ткань. То есть я пряжу связал в ткань на три сердца. Какие-то узелочки. Вот это вязание было аббатство хорошо известно еще до того, как основали святого Брандона. Когда оно было аббатством Черной долины и аббатством белого белой птички. Любопытно. Хотя можно положить нифига себе такие руки просто просто вот так на связать потенциал. Потенциал то, конечно, да. Я прям подозреваю, что может быть на 15 из этой штуки можно связать какую-то адскую сатану. Но пока я на это не способен. И вязанный навык у меня слабенький. и как-то оккультный мусор три. Но он как мог старался. Ладно. Может быть, когда две таких сделать, одну пряжу, вторую пряжу, и у меня где-то было много этой пряжи. Ну, как много? Несколько. Опять же, вот ткань, вот эта фабрика. Научиться бы делать просто фибр вот этот, и было бы чудесно. Вот по идее кажется, что вот из тебя можно было бы вязать. Но перхибиет не то, а вот ангелбарк это тоже не то, это просто метка. То есть ни то, ни другое она не дает мне вязаных возобновления ткани. А я бы хотел, чтобы у меня ткань возобновлялась. Так, тетя, одиннадцать. Ты уже почти горяча, прям, как огонь. Тебе надо только вот змею погладить, и все получится. Ну, или вот выпить кофейку один и два, да? Выпьешь кофейку? Ну, тебе выбора не остается. Потому что альтернативы я не вижу. Сейчас посмотрю альтернативу чуть-чуть. Ну, вот альтернатива это кофе. А, ну, так вот, это чашка кофе, и вот у меня как раз тут кофе есть. Причем кофе разное. Вот есть такое, скейл, а тут со скейл, да. Можно груши типа... А, груши на 4 форджа. Ну, это мой секретный ингредиент. Но их я тебе не дам. обойдешься. тетя готова. Вечереет. 13, 14. Или все-таки ей дать и открыть просто вот самую мякотку на 15. Тут какая-то крепота. Как вы думаете, стоит это делать? Я думаю, стоит. Че мы теряем? Да ничего, мы всегда можем счастливо прожить нашу жизнь. Так что, тетка, радуйся, сегодня день твоей жизни. Будешь есть вкуснейшие груши. Пирус арги кулунус там вот это тут. Скажи спасибо, что я малахитом тебя напитаю. 16. Начинай жевать. Начинай. Ух, какие страшные дела-то делаются. Ну что, давайте узнаем пустоту эту, да? Как бы что-то там происходит и мы узнаем, что именно прямо сейчас. послать какого-нибудь работника за работником. Почему бы нет? Деньги, правда, у меня кончаются. Флоринов только один. Ну, еще тут есть, то есть на двух работников у меня максимум есть. Ох. О, темнота в полнолуние. Я восстановил глубочайшую комнату в тюрьме. Ммм, какая тут красота. Огонь, железо, воздух, все это там переформировалось во что-то очень опасное. Это что-то уже давно его больше нет. Но вся эта конфигурация все еще можно использовать ее. Так, что сюда можно вложить? Камушки. Вот по-любому с камушками можно тоже. Вот я видел несколько гемов. Из них наверняка можно что-то впихнуть сюда и получить топливо, элемент души. Конечно, форш, вот это, да, металл, металл сюда напихать душу. Правда, вся вот моя, мои души все усталые, поэтому особо не... И таштри можно эволюционировать. тоже неплохо. Где у меня этаж три? У меня этаж три достаточно много. Кстати, которые вот специи, да? Кузня. Кузня, там что-то, что тут как храфтуется. вот, игрушки можно скрафтить из десяти, это хорошо. А это вот, наверное, из пятнадцати кузнечества, да, из эссенции. Так, давай-ка не надо. Давай-ка не будем. Страшно так дышать. Ну что ж, рассвет сразу стало лучше, сразу стало веселее. надеюсь, вам все нравится. А раз так, то ставьте лайк, пишите комментарии и увидимся в следующей серии. А на этом я прощаюсь. Всем спасибо, всем пока.